Святой Дух Эпиграф Дух дышит, где хочет, И голос его слышишь, И не знаешь, откуда приходит, И куда уходит. Так бывает со всеми, Рожденными от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Эпиграф 2 И я умолю Отца, И даст вам другого утешителя, Да пребудет с вами вовек Духа истины, Которого мир не может принять, Потому что не видит его И не знает его, А вы знаете его, Ибо он с вами пребывает И в вас будет. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 16-17. Мы, христиане, конечно, верим в слова Христа, И в их непреложное исполнение. Тогда нам нужно задуматься Над приведенным выше отрывком Из прощальной беседы Христа с апостолами На Тайной Вечере. Господь говорит, что христианин Должен знать Духа истины и утешителя. Знаем ли мы его? А если не знаем, То можем ли считать себя христианами? Если поискать ответы на подобный вопрос В истории Церкви Христовой, То можно утверждать, Что христиане первых веков Знали и видели Пребывание с ними Духа Святого. Для всех очевидным было Его сошествие в день Пятидесятницы. Явление его сопровождалось Шумом с неба, Как от сильного ветра, Языками, как бы огненными, Даром иных языков и так далее. Деяния Святых Апостолов, Глава 2, стихи 2-4. Святый Дух далее всегда, Видимо, для всех сходил На новокрещаемых. Имеются в духовной литературе Рассказы алтайских миссионеров Из русских, Совершавших таинство крещений Над взрослыми алтайцами. Часто бывали случаи, Когда сами крещаемые Или их восприемники Воочию замечали сошествие На крещаемых Святого Духа В виде огня, Который не опалял, Но исполнял крещаемых Или их восприемников Светлой духовной радостью. Это сошествие по времени Совпадало с моментом, Когда крещаемые Погружались в воду Или их обливали. При своем служении Апостолы ощутительно Направлялись указаниями От Святого Духа. Про апостола Павла И силу говорится в деяниях, Прошедшие через Фрегею И галатийскую страну, Они не были допущены Духом Святым Проповедовать слово в Осии. Дошедшие до Мессии, Предпринимали Идти в Вифинею, Но Дух Не допустил их. Деяния Святых Апостолов, Глава 16, стихи 107. Должна ли быть Эта способность Ощущать Святого Духа У современных христиан? Преподобный Серафим Отвечает на этот вопрос положительно И велит всякому христианину Всегда и всюду Проверять себя В Духе ли я святом? Как это сделать? И каковы свойства Святого Духа? Конечно, Святой Дух, Как третья апостась Бога, Святой Троицы, Непостижим для человека По своей сущности, Как непостижим и Бог Отец И Бог Сын. Но как те Открывали и открывают Себя людям В нужной мере, Так открывается И Святой Дух. Следует заметить, Что в текущий момент Истории человечества Святой Дух Пребывает с нами По обетованию Христа. Согласно тексту Евангелия от Луки, Господь заканчивает Свою беседу О молитве Отче наш И о постоянстве В молитве Прямым указанием На то, О чем мы должны Просить у Него. Он говорит, «Тем более Отец Небесный Даст Духа Святого Просящим У Него». Евангелие от Луки, Глава 11, Стих 13. Вот достойный Предмет наших просьб И, очевидно, Крайне для нас Необходимый. И это находится В полном согласии С указанием О цели нашей жизни Преподобного Серафима, Заключающейся В стяжании Духа Святого. В соответствии С этими словами Господа Церковь И составила Молитву Царю Небесной, Которая И ставится Ею Как начальная В обычном Молитвенном правиле. В начале Этой молитвы Перечисляются Свойства Святого Духа, Чтобы христианину Легче было Его почувствовать И полнее Войти в Его Мыслительный Образ. Из Его Свойств На первом месте Стоит Утешитель. Так называл Святого Духа Сам Господь. Это самое Характерное Из Его Свойств, Ибо Пребывание С христианином Духа Святого Неизменно И прежде всего Несет с собой Утешение, Мир И тишину На сердце, Тихую радость, Умиление, Теплоту, Любви к Богу И людям. Отец Иоанн Кронштадтский Пишет «Различай в себе Духа Животворящего И Духа Мертвящего, Убивающего Твою Душу. Когда в душе Твои мысли Добрые, Тебе Благо, Легко, Когда на сердце Спокойствие И радость, Тогда в Тебе Дух благий, Дух святый. А когда в Тебе Недобрые помыслы Или недобрые Сердечные движения, Тогда худо, тяжело, Когда ты Внутренне смущен, Тогда в Тебе Дух злой, Лукавый Дух. Дух лукавый Есть Дух сомнения, Неверия, Страстей, Тесноты, Скорби, Смущения. А Дух благий Есть Дух Несомненной веры, Дух добродетелей, Дух свободы Духовной И широты, Дух мира И радости. По этим признакам Знай, Когда в Тебе Дух Божий, А когда Дух злой. Показателем сопребывания Со христианином Святого Духа Божия Является И отношение К ближним. Если человек В отношениях С людьми Проявляет К ним Сердечность, Ведет разговор С ними Словами Исполненными Любви, Смирения, Кротости, Доброжелательства, Уступчивости, Превсегдашней Готовности Служить им И их интересы Ставить выше своих, То все это Свидетельствует О том, Что христианин Находится В Духе Святом Божием. Иначе же Человеком Владеет Темная сила, Проявляющаяся В раздражении Хотя бы Легчайшем, Сухости Тона, Неуступчивости, Дурном Или подавленном Состоянии Духа И отказе В просьбах, Даже легко Исполнимых И тому подобное. Пусть тогда В последнем Случае Христианин Встанет На молитву Или внутренно Обращается К Богу С просьбой Прогнать От него Того лукавого Духа, Который владеет Им в этот момент И мешает Схождению К душе Его Благодати Святого Духа. Отсюда Понятно Старинное Русское Выражение Про человека Раздраженного Он Не в Духе. Очевидно, Здесь надо Писать слово Дух С большой буквы, Так как Здесь Старые Благочестивые Люди Очевидно Говорили О Святом Духе, Который Покидает Раздраженного Человека. Далее В молитве Он называется Духом Истины. Господь Сам назвал Его Духом Истины. В Евангелии от Иоанна, Глава 15, Стих 26. Говорил своим ученикам, Что по своем пришествии Святой Дух Наставит вас На всякую истину. Затем свойствами Святого Духа Является Везде Сущий И все Исполняющий. Он же является Источником Сокровища Благих И жизнью Подателю. После перечисления Этих свойств Святого Духа В молитве В завершении Ее Имеется просьба К Нему Прийти к нам Вселиться в нас И очистить Наши души От всякие Скверны, А через это Их спасти. По существу Можно ли Христианину Просить Еще Чего-либо Более? Апостол Павел Перечисляет нам Неоценимые Сокровища, Которые мы Можем получить От пребывания В нас Святого Духа. Он пишет В послании К Галатам Плод же Духа Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание Молитва Царю Небесной Вместе с Отче наш Занимает Особое Преимущественное Место Среди других Молитв. Церковь Предлагает Читать Царю Небесной И перед Началом Всякого Дела. С первого Взгляда Это непонятно. Здесь нет Даже намека О помощи В каком-либо Деле. Однако Что значит Сопребывание С нами Святого Духа? Это значит, Что всякое Наше дело Будет завершено Всецело По воле Бога. А другого Христианину Нельзя и Желать. Вместе с тем Церковные Молитвы Святому Духу Немногочисленны По сравнению С молитвами К Иисусу Иисусу. Более Иисусу 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 С величай С величай Иисусу Иисусу Духов Иисусу 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 Но кто знает Сию приятность Духа Его сладость Кроме тех Которые Удостоились Того Чтобы Он Вселился В них Дух Святый Вселяется В душах Кающихся Не иначе Как после Многих Трудов Ибо Дух Тот Обитает В Правых Сердцах Преподобный Макарий Великий Пишет Ум И Разумение Христиан По Общению И Причастию Святого Духа Достигают Постоянства Твердости Безмятежа И покоя Не рассеиваются И не волнуются Уже непостоянными И суетными Помыслами Но пребывают В мире Христовом И в любви Духа Как и Господь Рассуждая Таковых Сказал Что они Перешли От смерти В жизнь Евангелие От Иоанна Глава 5 Стих 24 А епископ Феофан Затворник Говорит Бог Наш Есть Бог Блаженства Радуется И играет Дух Наш Когда Благодать Духа Святого Делает Его Причастником Божества Следует упомянуть Что на Жизнеописание Научает Благодать И есть И есть То Царствие Благодать Мать 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 Дитя Благодать Святого Духа 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 Духа